В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Можете смело выкидывать пуды соли и запасы тушенки. Раз вы меня видите в эфире, главный пиар-проект года, конец света, конечно, слов нет удался, но сам апокалипсис отменился за последние 10 лет уже в шестой раз. Впрочем, репетиция Армагеддона в Самаре все же случилась. Предпоследняя неделя высокосного года выдалась на редкость тяжелой. Пришла беда, откуда ждали. Зимние морозы обернулись ЧП по всей стране, и мы счастливым исключением не стали. В двух районах города, Кировском и Промышленном, на неделе объявляли режим чрезвычайной ситуации. Такой аварии в городе не было уже лет 10. Двое суток без тепла оставались почти 20 тысяч человек, 7 детсадов и 5 школ, и это в 20-градусные морозы. Прорыв случился в ночь на вторник на проспекте Кирова, и поначалу его жители даже и не поняли, насколько все серьезно. Смотрим, со всех конвенционных люков пар сильный шпарит. По квартирам давай бегать, машины искать. Тут отгоняли уже машины. В общей сложности мы посчитали, мы спасли сегодня 2,5 миллиона. Не до смеха стало на вторые сутки, когда температура в квартирах опустилась до 10-12 градусов. Спали вот в этом халате, под двумя остеганными одеялами, в носках шерстяных. Внучка даже хотела варежки одеть. Греться приходилось и старыми дедовскими способами, грелками и газовыми плитами. Ну совсем ледяная, как же она, вон цветы убрала на стол, замерзнут. А тут окно замазано, и все, все равно холодно. Теперь предстоит выяснить причины столь масштабного ЧП. Местные жители недоумевают, магистральную теплотрассу меняли всего год назад. Но, как заявляют энергетики, именно этот участок, где произошел прорыв, не ремонтировали. Трубам почти 20 лет. Прорвать их могло из-за внешней коррозии. О техническом браке пока речь не идет, но образец поврежденного участка будет передан в лабораторию металлов, которая проведет исследование и даст окончательное заключение. Предварительно внешне это выглядит, как наружная коррозия из-за подтопления канала теплотрассы. Вначале представители ВТГ пообещали аварию ликвидировать тот же вечер. Потом тепло хотели дать ночью, но затем сроки опять сдвинулись. Городские чиновники заявили, это ЧП на многое раскрыло глаза. Авария сложная, тут говорить нечего. Удивило отсутствие техники. Это второе. Третье. Долго достаточно искали место повреждения. Чтобы найти трубу, которая дала течь, коммунальщики работали круглые сутки. В том же режиме работал и штаб, который возглавил мэр, срочно прервавший свою московскую командировку. Из аэропорта Азаров сначала поехал на место аварии, а затем собрал экстренное совещание с руководителями всех служб, на котором и решили, для жителей в чьих домах начался ледниковый период открыть пункты обогрева. Мы расставляемся по трех базовым учреждениям образования. Готовы, значит, что там, спортзалы, что используют для кровати, и кровати выставляем на всякий случай. То есть мы эту работу делаем. Понадобится, не понадобится, у нас должно быть все готово. В школах и детсадах, понятно, занятия отменили. Но без тепла оставался еще и дом ветеранов. При нем есть мобильная котельная, но, как выяснил глава, такой вариант решения и проблема чего-то даже не рассматривался. Юрий Иванович, вы котельную вообще не разворачивали, даже попытки не предпринимали. Удивительная история. Значит, даже если эта работа окажется лишней, да, избыточной, дай бог, значит, приступайте. Вот будет вам тренировка боевая. После совещания Азаров поехал в дом ветеранов. Там проживает 46 постояльцев. Температуру в комнатах поддерживали с помощью обогревателей. 15-16 градусов в комнатах. Значит, у нас занято сколько комнат? 46? 46. В них каждый обогреватель? Не вольфер. 46, наверное, не надо, извините. Нет, не надо, конечно. Потому что у некоторых есть, вот мы прошли, которые, которые не хотят просто. Я вот заходил. У вас тепло, Градас Павлович? У вас тепло, Градас Павлович? Тепло, наверное. Несколько постояльцев все же решили переселить в госпиталь ветеранов. Свет в конце тоннеля появился только в среду, когда во второй половине дня энергетики наконец отрапортовали, что закончили работу и тепло стало постепенно возвращаться в остывшие дома. Ремонт теплоотраз стоит денег и немалых, но чтобы их потратить на что-нибудь нужное, надо для начала хотя бы собрать долги. В 63-м регионе с этим проблема. Размер коммунальной недоимки, как известно, весьма впечатляющий. 10 миллиардов рублей. Из них 3,5 до кассы не донесли управляющие компании. По разным причинам. Каждую управляющую компанию свои вопросы, и они стараются решать свои проблемы вот за счет этих средств. А где-то, может быть, просто прокручивают или какие-то выполняют другие операции, которые уже, может быть, попадают и под уголовную ответственность. Этот год, кстати, оказался урожайным. Но такие уголовные дела, как я уже рассказывала, только в 63-м регионе их десятки. Самые громкие завели в Самаре. Три конторы подозреваются в хищении 65 миллионов рублей. И в Сызрани, где ту же сумму управляющая компания не донесла до поставщиков коммунальных услуг. Теперь несознательных коммерсантов, должников решили воспитывать еще и штрафами. Их размеры определяют в федеральном центре. Инициативу губернские депутаты уже отправили в Госдуму. Эксперты уверены, давно пора. Нужны строчные и конкретные меры, причем жесткие меры. До тех пор, пока мы не приучим управляющей организации работать в режиме в реального времени. К сожалению, система жилищно-коммунального хозяйства у нас хромает на обе ноги, даже не на одну, а на обе. Почему бы не использовать те деньги, которые собираются жители, ну, на какие-то там нецелевые средства. А те, кто по другую сторону баррикад, с этим совсем не согласны. Я сомневаюсь, что управляющая компания может прокручивать какие-то деньги, если она сводит концы с концами. Сам глава пожертвоприворскими Нахмед Халиулов совсем не похож на человека бедствующего, как и его управляющая компания, что обслуживает в Самаре 146 домов. Расположена она в прекрасном офисе, в хорошем районе. Но именно эта контора погрязла в судебных разбирательствах вокруг многомиллионных долгов перед ресурсоснабжающей организацией тепловые сети. Ей, по одной из версий, Халиулов недоплатил 259 миллионов рублей. Сам он категорически не согласен с этой цифрой и уже оспорил ее в суде. Откуда берутся тогда вот эти долги большие? Долги берутся вот именно за разницу между 1,7 и 1,12. Управляющая компания начисляет по 1,12 населению собирать в течение года. А, значит, до 15 апреля, когда у нас заканчивается отопительный сезон, предприятие уже выставляет всю сумму. То есть, понимаете, какой разрыв? Полгода. Если у нас обратиться, скажем, в образование или в медицину, там тоже не все блестит, правильно? Я уж не говорю про ракетостроение. Поэтому, если говорить про ЖКХ, конечно, там очень много вопросов. Но их никто и не решал на протяжении 30 лет. Приволжский пожирте оказался в центре скандала и по другому поводу. Именно на территории, которую обслуживает эта управляющая компания, сосулька упала на голову ребенка. Вот так еще и снега в Самаре нет, а счет первым жертвам уже открыт. Инцидент случился на седьмой просеке у дома номер 246 На девятилетнего Линара упала сосулька, свисавшая с теплотрассы. На трубе подтекает вентиль и постепенно нарастает наледь. Пришел домой, мама, голова болит, померила давление. Давление повышенное уже было, получается. Начало тошнить очень сильно. С подозрением на перелом основания черепа ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы имени Калинина. Врачи говорят, Линару еще повезло. Первоначальный диагноз не подтвердился. Все обошлось гематомой. Одна, которая самая большая и могла принести, конечно, вред ребенку, она упала рядом. А вторая, которая поменьше сантиметра три длины, три сантиметра, она вот ударила его по голове. Ну, по всей раме, удар-то все равно с высоты двух с половиной, вот этого камешка у нас щетимый. Сосульки в России давно уже превратились в национальную беду. Официальной статистике жертв никто, разумеется, не ведет. Но некоторые источники уверяют, что ежегодно по стране страдают сотни человек. В Самаре до сих пор вспоминают 2008-й, когда всего за три февральских дня погибли шесть человек. Кровавая отцепель. Кто же должен сбивать сосульки и в какие сроки? Ответ прост. Управляющие компании и немедленно. Сейчас этого нет. Хотя в регламенте работ управляющих организаций по обслуживанию многоквартирных домов есть такие моменты, что ежедневный обход дома, осмотр этого дома, осмотр общего имущества, в том числе и крыши, наличие вот этих сосульок и наледи. То есть, по сути, люди за это платят? Люди за это оплачивают, естественно. По графе техническое содержание, все как положено. Я вот всем жителям советую, что кроме того, что они сообщают в управляющей компании, необходимо обязательно сообщить. У нас есть такая служба, оперативно-диспетчерская служба в каждом районе. Она круглосуточная. Есть оперативный дежурный города, который принимает вот эту всю информацию для того, чтобы быстрее сработали и уже не могли отказаться, что там житель не позвонил. Ну, могут же и так же сказать. Ну, не дозвонился. Как можно доказать, что ты действительно звонила? Если это добросовестный диспетчер, она должна записать эту информацию. Ну, это же человеческий фактор, поэтому необходимо как бы подстраховаться. Исключение составляет лишь балконная самодеятельность. Так что, если ваша лоджия перестроена и на ней образовалась наледь, имейте в виду ответственность, в случае чего будете нести именно вы. Призвать же к ответу коммунальщиков и без того крайне сложно. Уголовный кодекс, конечно, предусматривает наказание до трех лет тюрьмы. Но на практике в Самаре на казенное довольствие еще никто не отправился. Статистика, начиная с 2007 года, примерно по возбуждению уголовных дел где-то 2-3 уголовных дела в год. И, как правило, все эти уголовные дела заканчиваются примирением сторон в суде в связи с полным возмещением ущерба. Приволжский ПЖРТ, который должен был следить за злосчастной теплотрассой, все же может попасть в уголовный круговорот. По крайней мере, компетентные органы начали проверку. Жители окрестных домов, где произошло ЧП, говорят, такие инциденты у них не редкость. У нас каждую зиму вся теплотрасса идет по столбам, вся обледеневшая все время. Это не первый случай, что вот так. Просто он вышел на экран, на этот интернет, а так это всегда. Попытки узнать, почему за теплотрассой никто не следит, поначалу не увенчались успехом. В РЭО номер 5 Приволжского ПЖРТ меня и оператора ждал ледяной прием. Я разговаривать не буду с вами. Вы даже не знаете, какой вопрос я хочу вам задать. А вы очень хотите собраться. По любому вопросу, чтобы собраться в руководстве, мы с ним не говорим. Павел, скажите, что осуществляет. Варьер, что никого-то мутать, я не веду. В смысле, что устраивает? А кто-то уже приезжал, что-то не дайте. Не буду, не буду, я не по-человечески никак общаться не буду. Снимайте. Все. Не буду, я сказала, обращайтесь к руководству. Приволжский ПЖРТ. Ну, по-моему, до сосульки же приняли какие-то смиры. Какая сосулька, там ее не было? Не было там ничего такого. Если сосулька, не надо снимать еще раз. Впрочем, жители наладан дышащих двухэтажек, что на седьмой просеке мне рассказали. Сосульки – это еще не самая большая беда. Люди давно привыкли к тому, что порядок в подъездах они поддерживают за свой счет. Работа не выполнена, плохо выполнена, закончена работа, отношения халатные. А когда все-таки им удалось добиться ремонта от ПЖРТ, он оказался хуже пожара. Балконы крепили так, что он весь пошел трещинами. А в соседнем подъезде ремонт теплоузла начали еще в августе, а все никак не закончат. Вот это все было загорожено, как тепловой узел. Здесь была тамбурная дверь. Ну вот видите ее. Все это сломали, все валяется там. Лестница у нас прогнила, по ступеням идти невозможно. Был сам главный инженер нашего ПЖРТ Молчанов. Он увидел и сказал, все исправим. Вот и ныне там все бросили. Товарищи, которые закрывали акт на скрытой работе, я к ним подошла. Я говорю, кто подписывает акт? А он мне ответил, кому надо, тот и подпишет. Я говорю, как это так? Мы жильцы, вы не закончили ремонт, все поломали. И вы подписываете акт на скрытые работы, на выполненные работы. Не ваше дело. Но вы до Хлеулова пытались как-то дозвониться, до 100 часов. И письма писали, и до сих пор письма пишем. И бесполезно. Просто такое, как сказать, наплевательское отношение. И говорят, пишите куда хотите, обращайтесь куда хотите. И ничего мы не можем добиться. Никому это ничего не надо. И посылают нас, мягко говоря. У журналистов возможностей больше, чем у пенсионеров. Минахмед Халиул, в отличие от своих подчиненных, пресса не боится. И охотно поясняет, что не чувствует своей вины в инциденте с сосулькой. Якобы упала там сосулька с воздушной трубы, которая подается по воздушке. Вы говорите, якобы, вы не верите в эту версию? Ну, мы не можем верить. Черепно-мозговой травмы абсолютно никакой нет. Обычная ссадина, детская ссадина. Сети эти на сегодняшний день обслуживают инженерные сети. Там границу ответственности надо еще определить. Да и недовольство жителей ветких домов для бизнесмена отнюдь не новость. Вот такого частного характера, там балкончик, где-то шов там протекает. Естественно, люди обращаются. Балкон разрушается, трещина. Ну, у нас, к сожалению, во всем городе балкон разрушается и дома падают. Впрочем, интервью удалось взять не зря. Одно торжественное обещание Минахмед Халиулов все же дал. Обещайте, пожалуйста, что 241-й дом, 7-я просека, как-то возьмется на особый контроль. Хорошо, я вам торжественно обещаю, что этот дом возьму под личный контроль. Сдержит ли свое слово глава ПЖРТ, обещаю проверить. В эти предновогодние дни так хочется верить в чудо. А я на этом с вами прощаюсь. Удачи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова